Итак, это опять Вальдорф ТВ. Вы, наверное, догадываетесь, когда вы нажимаете кнопочку, что это будет Вальдорф ТВ. Саша говорит, что надо еще говорить, что я Сергей Ивашкин, а то вдруг кто-нибудь не посмотрел или не будет до конца смотреть, а там внизу неразборчиво написано, а ему лень или написано, а ему лень читать. Да, это мы, Вальдорф ТВ и Сергей Ивашкин. И наши мысли по поводу разных интересных вещей и неинтересных, но очень важных. У нас есть классическая практика, мы отвечаем на вопросы, которые нам присылают люди, которые... Вопросы, которые люди, которые... В общем, есть вопросы, они интересные, и почему-то люди думают, что мы можем на них ответить, потому что мы и раньше отвечали на разные. Когда в России вальдорфская педагогика будет признана в правах, как минимум равных с традиционной педагогикой? Когда педагогическая сфера жизни вальдорфских школ вообще перестанет регулироваться государством? Так, ну вот такой интересный вопрос задает Алексей Чеботок. Ну вот это как-то из разряда, о чем мы должны мечтать и что мы должны сделать для... Вот государство, государство и личность. Когда мы говорим о вальдорфской педагогике, мы говорим о развитии личности, формировании личности в человеке. И мы говорим не об адаптации, это первая фаза развития, а о развитии, об изменении. И вот вальдорфская педагогика и вальдорфская школа призваны готовить людей к тому, чтобы они привносили нечто новое в тот мир, который есть сейчас и в тот мир, который будет, когда эти дети станут взрослыми. И вот что нужно сделать так, чтобы вальдорфская педагогика перестала называться вальдорфской педагогикой, а была просто педагогикой? Я уже много раз договорил, что вальдорфская педагогика это педагогика здравого смысла. Если вы будете глубоко копать психологию ребенка, разбираться с закономерностями, которые царят в природе, в душе, в духе, глубоко войдете в науку, то вы найдете там тысячи и тысячи подтверждений того, что есть в вальдорфской педагогике сейчас. Поэтому когда-то настанет время, когда вальдорфской педагогике словосочетание исчезнет, а будет просто здоровая педагогика, которая действует из интересов развития человека, а не какого-то слоя специального людей, продвинутых или каких-то. Что для этого должно произойти? Нам нужно очень сильно напрячься, чтобы то, что мы делаем, мы сами хорошо понимали, и это не было просто подражанием, а проработать себя так, чтобы действовать из сущности, из идеи, которые есть в вальдорфской педагогике. И когда это будет явно, что мы что-то делаем, и это очевидно хорошо, и мы можем это показать, можем об этом рассказать, это постепенно будет приниматься всеми педагогиками, всеми школами, учителями, родителями. И вот когда это будет, тогда государство видит, это хорошо. И тогда у нас не будет необходимости что-то в очередной раз там укрывать от государства. Мы должны предложить свои варианты решения проблем, которые стоят перед государством, перед государственной системой образования. И Рудольф Штайнер, который был основоположником первой вальдорфской школы, он так и говорил, что вальдорфская педагогика, вальдорфская школа должна давать импульсы для развития всей педагогики всей страны и всего мира в конечном счете. Но это такая длинная история саморазвития нас как саморазвития учителей, саморазвития родителей, саморазвития организации школьной, саморазвития школьного сообщества. Вот когда эти вещи станут для других очевидны, когда я вижу, что вальдорфская учитель, я понимаю, да, это тот учитель, которому я хотел бы отдать ребенка. Когда я вижу вальдорфскую школу, я говорю, ой, я отсюда не хочу уходить. Ну вот с детьми в порядке, вот дети, надо сказать, что вот они к нам ходят на занятия, там в Самаре вальдорфской школе, они пришли два раза сегодня, я хочу здесь учиться. Дети чувствуют, что уже там что-то другое есть. Часть родителей тоже так же переживает, приходит, ой, я хочу здесь сам поучиться. Ну и говорю, приходи, учись, за одну класс возьмешь человек 25, вместе с тобой поучится. И вот когда будет это переживание, что все приходят и чувствуют, здесь есть что-то хорошее, здесь есть интересные учителя, интересные методы, интересные идеи, интересно для чего это происходит, интересное школьное сообщество, в котором есть возможность раскрыться всем, место хорошее для семьи, которое может в себя проживать. У нас в зачаточной фазе все это есть. Если мы будем дальше в этом направлении углубляться, то со временем это будет все больше и больше вовлечено людей в этот процесс. Есть еще одна такая вещь, которая немножко противопоставляет государство и вальдорфскую школу. Она вот связана, я начал про это говорить, и потом такой длинный крюк сделал, сейчас к нему возвращаюсь. Это государство и личность. Вот оно, знаете, это переживание государство и личность, оно проживается также на уровне школы. Вот я с одной стороны в школе, я как личность выступаю, такая вот, которая свои интересы, свободный хочет быть, свободный всегда хочет быть, делать то, что именно сейчас интересно. А с другой стороны, я там как вот человек, который принимает участие в группе по приему на работу, по принятию стратегических решений. Ну, я 10 лет директором в школе работал, да. Я там два раза класс вел. Ну, у меня есть личная и персональная ответственность, которая связана со всей школой. С одной стороны, у меня есть интересы школы, есть я там, я как личность. И периодически мне приходится как-то вот это, с одного стула на другой пересаживаться. И я прекрасно понимаю людей, которые, ну, руководят страной. Когда с одной стороны надо, чтобы не развалилось то, что есть, а с другой стороны надо двинуться куда-то дальше. И это такое противоречие. И там все время происходит. Сначала даешь свободу какой-то личности, она начинает так действовать, она яркая личность, что-то новое. А основная масса за этим не поспевает. Ее это бесит, раздражает, и она боится, что сейчас все рухнет. И так же всегда бывает, человек пробивает как-то брешь, движется к чему-то новому, ему достается по полной программе, а потом выясняется, что он-то единственный был прав. И за ним потом все это дорастает. Ну, это вот в мифологических историях, в библейских историях там одно и то же. Сначала казнят, а потом говорят, а вообще-то прав был. Ну, это такой удел первых и героев. Личность. Потом, когда многие люди к этому привыкнут, это можно двигаться дальше. И сейчас в рекламе это очень так хорошо известно, что если новый продукт ты выставляешь, что он должен отличаться от старого, ну, процентов на 20, иначе люди просто его не примут. Это будет гениальная вещь, но если она настолько необычна, что люди ее отторгают. Вот с вальдорфской педагогикой то же самое, что она настолько оригинальна, что люди сердцем чувствуют, что правильно, но она настолько сильно отличается от всего другого, что люди как-то побаиваются. И государство тоже смотрит на это. Ой, это слишком. Это слишком. У вас здесь опора на это. Это для единиц. И так, чтобы прямо это было для всех тотально, ну, наверное, так никогда не будет. Но для того, чтобы школы были государственные вальдорфские, и это не было противоречия, это рано или поздно такой момент настанет. Потому что те задачи, которые ставит вальдорфская педагогика, они направлены на оздоровление вообще человека, на оздоровление отношений внутри школы, на оздоровление отношений в семье и вообще в сообществе, которое там вокруг школы. Что плодотворно, естественно, действует и вообще на настроение, на какие-то взаимоотношения во всем обществе. Ну и все сводится к простому. Что вот этот баланс в школе, вот это интересы школы, а это интересы одного учителя, который шагнул, может быть, дальше, чем все. И вот как-то дать ему возможность свободы в то же время, чтобы она не разрушила все остальное. И это дело очень тонкое. Тут зависит от системы самоуправления. И вот по этому пути должны двигаться, ну и двигаются, собственно, все организации. Если начинает все время висеть, что нет, давайте сохраним то, что есть, это омертвевает, становится жестким, там есть только нормы, правила, приказы. Или второй, все время за каждый учитель, что придумает, то это делает, то там в конце уже ничего не понятно, как в школе работает, и не поймешь, что школа или это цыганский табор. И вот это равновесие двух этих вот, оно позволяет развиваться любой организации. Потому что если затаптывать инициативу или не давать им ходу, тогда организация засохнет. Если чрезмерно они рванут, то это так оторвется, что все остальное придет, непонятно, что с ним делать. И этот принцип, он везде распространяется. И чтобы было равновесие, очень важно наладить мощную вот эту коммуникацию между всеми. Чтобы люди понимали, почему этот человек личности, что она хочет, почему это, да. И чтобы эта личность понимала, что в результате того, что она делает, есть вот результаты такие для всего сообщества. И вот этот процесс коммуникации горизонтальный, он сейчас самый важный для развития школ. И еще одна вещь, которая нам позволит двигаться к тому состоянию, о котором там Алексей говорит, когда государственные школы будут вальдорфскими, и никаких там не будет противоречий, это открытость. То есть надо понимать всех людей, с которыми мы взаимодействуем вовне. Надо их понимать, из чего они действуют, и с ними разговаривать с позиции того, что важно для детей, что важно для родителей, что важно для сообщества людей, что мы для других людей можем дать. И обращаться вовне, когда там, вот мы можем предложить такие ответы на те вопросы, которые сейчас возникают у тех же чиновников. Им тоже что-то нужно куда-то дальше двигаться. Если мы предлагаем им ответы, которые удовлетворяют всех, то нас будут радостно поддерживать. Открытость. Это первое условие вальдорфской школы. Если она открыта, то она вальдорфская. Если это закрытое сообщество, то если мы возьмем критерии, разработанные европейскими организациями, там ГАГским кругом, ну сейчас это международный форум, International Forum называется, и которым Европейский совет для вальдорфского образования принимал участие в создании таких же критериев, параллельно эти два документа, то одно из первых это открытость. Открытость миру. Насколько возможно помочь людям вокруг понять, что такое здоровый, настолько мы должны это делать. И тогда рано или поздно вальдорфская педагогика станет просто педагогикой для всех, потому что она людям понятна, люди ее принимают. И вальдорфская педагогика прекрасна тем, что там есть место физическому, душевному и духовному. Там душа ребенка не остается вовне. Есть понимание, что такое дух, что такое душа, и как это воплощается в повседневной деятельности. Ну вот как-то приблизительно так я бы ответил на этот вопрос. Наша задача развивать то, что у нас есть, то, о чем мы знаем, делаем, но пока еще недостаточно. Когда мы высокого уровня в этом достигнем, тогда и государство нам поможет, и другие люди будут считать, что это очень важно для них. Вот такой путь развития. Ну что, Саша показывает, что надо на колокольчик нажимать, которые рядом там у вас есть, и чтобы в следующий раз новости не прошли мимо вас. Вальдорф ТВ, Сергей Ивашкин. Для тех, кому хочется нескучной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова